Настоящие звезды среди людей встречаются не только в кино или на эстраде, но и на научном поприще. В 1941 году преподавателям Елабужского учительского института довелось работать бок о бок с одной из таких звезд. Причем этот статус Виктором Борцумян носил по праву, ведь занимался он как раз изучением космоса. В начале Великой Отечественной войны в Елабугу была эвакуирована научная группа Ленинградского университета под его руководством. К моменту прибытия в город на Каме 33-летний Виктор Амбарцумян уже 6 лет как являлся доктором физико-математических наук и 8-й год возглавлял кафедру астрофизики ЛГУ. Разумеется, глядя на достижения ученого, современники предрекали ему большое будущее, и они не ошибались. За долгие годы научной работы Виктор Амазаспович стал одним из главных теоретиков в области астрофизики и получил мировое признание. Подтверждение тому служит большое количество наград ученого, среди которых две сталинские премии, две награды Героя социалистического труда, звание Национального героя Армении, премия Жюля Жансена Французского астрономического общества и многие другие. Кроме того, Виктор Амбарцумян был удостоен чести возглавлять Международный астрономический союз в начале 60-х годов, а после этого дважды избирался президентом Международного совета по науке. Всю свою жизнь Виктор Амазаспович с теплотой вспоминал годы, проведенные в Елабуге, а в 1985 году даже посетил Елабужский институт, чтобы принять участие в праздновании 40-й годовщины Великой Победы. Субтитры создавал DimaTorzok